Магнитогорский Металлург прервал свою серию поражений. После пяти неудач подряд команда сумела одержать непростую победу над Борысом из Астаны и завершила изнурительный марафон первых двух месяцев сезона, который составил 27 матчей за 60 дней. О последнем рывке перед долгожданным послаблением в календаре наш спортивный обозреватель Павел Зайцев. Из-за плотного графика неработающего Магнитогорского аэропорта, каждая поездка превращалась для Металлурга в дополнительное испытание. В сентябре команда прошла очень уверенно, а вот в октябре проблем было не избежать. Накопилась усталость, ситуацию усугубили досадные травмы. В итоге подопечные Андрея Разина потерпели пять поражений подряд и потеряли первую строчку в таблице Востока. Я так и думал, что без потерь не обойдется. Жалко, что это все затянулось на пять матчей. Тем более, игра в тракторе, когда мы один-два проиграли, игра в Тольятти и та же игра здесь в Сомском. Три игры, которые мы спокойно могли выигрывать. К сожалению, был результат отрицательный. Быстро выбраться из глубокой ямы нереально. Но помимо прочих усилий, хоккейный клуб принял решение усилить тренерский штат Металлурга Сергеем Мазякиным. В первые часы это больше эмоциональное подспорье. Плоды реальной работы легендарного нападающего проявятся позже. Я рад, что он принял предложение, потому что мы общались, я у него спрашивал, хочет ли он работать тренером. На тот момент он не испытывал такое желание, поэтому я, честно говоря, немножко удивлен, что он именно сейчас, в такое тяжелое время, вошел в наш тренерский штаб. Если стартовый период прошел с заметным превосходством Бориса, который перебросал хозяев 14-4 и с первой же попытки реализовал большинство, то второй отрезок безоговорочно выиграли магнитогорцы. Они нанесли полтора десятка бросков в створ и должны были забивать больше, но отличились только однажды. После дальнего выстрела Дмитрия Силантьева Макар Хабаров великолепно сыграл на пятачке и со второй попытки отправил шайбу в ворота. На 44-й минуте Егор Коробкин доставил шайбу в чужую зону и, получив классную обратную передачу от все того же Хабарова, нанес два броска подряд. Последний оказался Галилуин. Когда играть оставалось менее шести минут, Люк Джонсон размашистым пасом по длинному борту нашел у синей линии Алексея Маклюкова. Тот мощно бросил, а Коробкин мастерским подставлением оформил дубль. Хорошо, что встряхнулись во втором периоде. Важный там первый гол, конечно, забили, который, видно, прям лавочку завел. Ну и пусть и вымочили победу, но спасибо зрителям, что пришли после стольких поражений и поддерживали нас. Последнее слово осталось за гостями. На 59-й минуте их отчаянный штурм увенчался успехом, но спастись «Металлург» сопернику не позволил. Тяжелые переезды, тяжелая игра, тяжелое психологическое состояние, поэтому снимаю шляпу молодчики. Впервые в сезоне «Металлург» получил трехдневную паузу между играми. После пары выходных команда продолжит подготовку к матчу с Минским «Динамо», который пройдет 4 ноября. Прямую трансляцию смотрите в нашем эфире в субботу в 16 часов 20 минут. Павел Зайцев, телекомпания ТВ.